Хор-ветеран уже давно в дружеских отношениях с депутатом Тюменской областной думы. Богдан Богославец не раз помогал коллективу с гастролями и экскурсиями по Югре. Так, совсем недавно, артисты посетили деревню Рускинская. Огромное вам спасибо, во-первых, за то, что вы нам организовали поездку в Рускинское, куда мы возили хор. Все в диком восторге. Юрий Иванович, хорошо вас возил? Ничего? Да, нет-нет-нет, молодец. И натрез вас там? Нет-нет-нет. Не отстают и старожилы Нефтьюганска. Общество тоже продолжает ездить по городам региона. Общаются с коллегами, обмениваются опытом и налаживают связь поколений. В скором времени активисты планируют посетить Исалым. Во время этих встреч поколений мы общаемся, узнаем, кто чем, как живет и рассказываем о себе, кто мы, что и почему. Ну, и у нас проблема с транспортом. Я сегодня хочу попросить, чтобы Богдан Иосифович помог. Депутат Тюменской областной думы старается всегда поддерживать творческие и активные коллективы города. Говорит, рвение взрослых и детей к искусству прекрасно. Очень важно, чтобы наши дети были заняты, чтобы они чем-то занимались, к чему-то стремились. И это здорово, чтобы, может быть, это в будущем и большие артисты, и спортсмены. С благодарностями пришла на прием и Валентина Марковкина. Местная поэтесса подготовила сборник стихов. Пустить книгу в печать помог Богдан Богославец. Большое спасибо, во-первых. И вот с такой вот бирочкой вам, с закладочкой. Именная. Спасибо. Кристина Кочерова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск».